Всем привет на канале, с вами Алла, и я сейчас только что вышла с джима и решила в своем спортивном таком настроении еще раз сделать видео, потому что мне девчонки в личку задают много вопросов всяких таких, которые которые их интересуют, и я могу на них ответить, потому что я через это все прошла, и через лень, и через то, что я не могу сдерживаться и хочу кушать, и то, что мне полтора часа назад караул как неохота было идти в джим, но я подняла свою задницу, посадила в машину и приехала в джим, сейчас отзанималась, нагрузила чуть-чуть сейчас свои мышцы, да, немножечко пожигала калории, ну и вот с таким вот настроением, что я сегодня это сделала, сейчас делаю видео. Значит, смотрите, по поводу кефира меня там спрашивали, и вообще молочные продукты, как бы я не употребляю ни кефир, единственное, ни кефир, ни ряженку, единственное, что могу выпить, это чай иногда с молоком, в основном чай, ну, естественно, без сахара, но я и вообще в своей жизни всегда пью чай без сахара, я так привыкла, и, честно говоря, никогда детям не давала его сахаром, и они тоже так привыкли, и не могут его точно так же пить с сахаром, точно так же они кофе пьют, но я кофе не пью. Не потому что там у меня к нему какое-то там отношение в плане спортивного, а в плане того, что оно мне просто не нравится, кроме аромата. Дальше, по поводу каш, каш есть надо, конечно, потому что это медленные углеводы, на них надо много энергии, чтобы их переварить, вы дольше будете чувствовать себя сытой, но опять это все нужно очень-очень правильно делать, взвешивать, и желательно это делать в первой половине дня. Я же говорю, на вечер я себе оставляю, это максимум, чтобы это были белки, минимум, чтобы было углеводов и жиров. Вот, вот это у меня творог. Я стараюсь после обеда ничего сильно углеводистое не есть, вообще ничего не есть. То есть никаких бананов, например, я не ем никаких яблок, ничего, то есть это все в первой половине дня. Но сейчас я банан вообще не ем, потому что по углеводам, если я съем банан, то у меня получается, что я остальное ничего не могу себе позволить. Поэтому у меня банан получается на себя забирать все углеводы. Но это сейчас в моем режиме. Вообще, вот три месяца назад я начинала, вот про калории меня там спрашивали, да, про цифры свои КБЖУ. Вот в феврале я начинала, вот под руководством тренера-диетолога, начинала я есть, сейчас я сразу вспоминаю, с 1800 калорий, килокалорий, 1800. Естественно, это все было в процентном соотношении белки, жиры и углеводы. Вот, не только там нужно отслеживать, сколько вы калорий съели. Если будет калорий столько, но там углеводов, что мама дорогая, а не доберете, например, белки, то толку никакого. Белок очень нужен, потому что он тоже, нужно много энергии для него, для его переваривания. Вот, поэтому, ну и белок нужен, естественно, для мяса. Так как я занимаюсь силовыми упражнениями и кардио, ну кардио я редко делаю, в основном силовые, поэтому белок, ну куда без белка, потому что нам же надо, чтобы не висела кожа, как целлофановый мешок. Вот, ну особенно как бы в моем шикарном возрасте. Это я четко осознаю, что если я сейчас вот перестану качаться, да, и вот можете представить, я сейчас вам покажу, вот, вот что у меня сейчас. И вот я сейчас перестану качаться. И начну просто худеть, просто бегать. Что у меня с этим всем будет? Жир уходить не будет, я вам сразу говорю. А будет уходить, мои мышцы начнут уходить. И у меня здесь будет тонкая косточка, и вот это все будет, вот сейчас я его расслаблю, все, вот. И вот это вот все будет, так это у меня здесь еще вот чуть-чуть, как бы трицепса осталось. А вы знаете, как у меня было полтора года назад? Вот так, вот это все у меня болталось. Сейчас, вот если я немного напрягу, я просто как-то на примере хочу вам показать. Вот сейчас оно, видите, вот чуть-чуть осталось, вот, если я напрягу. Вот я расслаблю, и вот оно, вот, вот это вот то, что осталось мне доработать, вот эта вот часть. А вот, ну и все, видите, и вот все мышцы видны, все мышцы, которыми я работаю. Понимаете, вот я к чему, почему я показываю, и вот показываю вам и сама, да, смотрю, что вот это то, что делает форму тела. А потом точно так же это все прорисовывается в прессе, и, но с прессом намного тяжелее. Вот это, боже мой, это, вот я вам серьезно говорю, у меня есть старые фотографии, я вчера вот делала видео, загрузила видео вчера одно из тем, да, спортивных вот этих, и питания. Я решила фотографии посмотреть. Я, кстати, вставлю в это видео вот себя. Ну вот что-то я не прямо не рискую, какой у меня живот был. Может быть, я его просто так отрежу, вверх-вниз, просто вам покажу, какой у меня был животик. Вот этот, понимаете, вот этот куржочек такой. И по бокам эти складки, это все, конечно, все очень некрасиво, когда в платье еще как-то это можно все скрыть, как снимаешь платье, там купальник, то это жесть просто. Вот, и понимаете, вот это приходить на пляж и закрываться паре, вот это потому что у тебя пузень, потому что ты любишь закидывать себя в жратву и становиться не можешь. Ну, я проходила через это, ну что я, я это знаю, я сама про себя могу такое сказать. Беляши, пирожки я не ела, но все подряд, лишь бы запить пузо вкусненькое, такую картошечку побольше жареную, там, я не знаю, что там еще, блинчика, вареничка, пельмешечек такое, что-то, что-то еще, пирожочки всякие. Как-то сладкого я не очень любила. У меня сладкое самое главное, самое интересное, что сладкое я начала любить, скорее всего, мне его начало хотеться тогда, когда я начала следить за своим питанием. Вот, и мне захотелось, я начала понимать, что я почему-то люблю сладкое, хотя я к нему была равнодушна. Но всю жизнь я постоянно во всем сдерживалась, во всем сдерживалась, я не была идеально худая, но, по крайней мере, я хотя бы себя не раскоровила, потому что я, если бы я хотя бы не делала вот эти периоды, такие у меня были недельные, двухнедельные, где я отказывала себя очень во многом, то я хотя бы сбрасывала то, что я хоть набирала. Я хоть не ела, например, все свои, там, сколько сознательные, как я вышла замуж, например, да, родила сознательные, например, там, 20 лет, 25 лет, постоянно жрала, 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 а потом раз посмотрела, у меня плюс 70, мама дрогается, тебе надо что-то делать. Слава богу, нет, потому что я периодически худела, как все мои друзья вокруг, и знакомые, и родственники, все всегда мне говорили так, что, господи, жрала, сколько помню, ты всю жизнь худеешь, и, ну, типа, наверное, толку никакой. Вот, но, по крайней мере, я хоть не коровела очень сильно, я после первых родов очень располнела, потому что я знаю, почему я располнела, я знаю одно, девочки, на роды нельзя вообще-то все спихивать. Вот, у меня двое детей, поэтому я толстая, никогда не похудею, а у меня трое детей, то я еще три раза должна быть толще. А если у меня пять детей, то я должна пять раз быть толще. Ни в коем случае. Я поняла одну вещь. Ой, такая уставшая, просто капец. Я поняла одну вещь. Почему я поправилась очень после первого ребенка в 19 лет? Там, наверное, было около плюс 25 килограмм, это точно, потому что я помню, после роддома я пришла домой померить юбку, а юбку я натянула только до груди. Это, ну, как бы, талия вот у меня. Вот, понимаете, ну, ладно, думаешь, грудь большая, я там кормила, но нет, о чем речь, я вообще, вот все, вот до плечей она у меня. А про низ я вообще-то молчу. Вот, ну, я знаю почему. Это ни в коем случае никакие не роды. Я жрала. Я поправилась во время беременности очень сильно. Я скажу, что у меня был очень сильный токсикоз первые где-то три месяца, три с половиной, и если я ем, то мне не тошнит все нормально. И я себе делала там целую гору ржаной хлебушек, докторская колбаска была, это 86-й год был, 87-й. И я нарезала очень тонко ржаной хлебушек, намазывала его еще тогда, так прямо вкусно было, мое любимое было, очень я хотела, паста томатная для борща, да, для зажарки. Вот я тонким слоем намазывала, скибочка такая, хлебушка тонкого, потом кусочек колбасочки докторской, и вот такую гору делала и вносила с собой в институт, это ела, и со мной была моя сокурсница, я ее подкармливала, потому что мы же всегда голодные студенты, вот. И я раскоровела очень сильно, я расстянула свой желудок, естественно, я потом уже даже токсикоза не было, я все равно продолжала есть, потом я в течение трех месяцев еще с сыном маленьким, вечно по больницам в Одессе было, то в одной, то в второй, то в третьей, вечно у нас то стафилококк был, да еще какая-то ерунда была, в общем, я три месяца с ним прожила в больницах. Я там всегда ела, мало того, что там кормили очень хорошо, мамочек кормящих кормили в одесских больницах детских с грудничками, мам кормящих кормили очень хорошо, ни копейки мы не платили, ни за лекарства, ни за что вообще, вот это вот жутуха была. И я помню, что до такой степени я хотела кушать, я до такой степени не накушивалась, что там даже я ходила вечно в добавки, брала, мамы там что-то не доедали, мне приносили, я это все ела, и тогда у меня молока было огромное количество, конечно, потому что я была спокойна за ребенка, я была в больнице, и детей тогда не держали с мамами. Наши детки были отдельно в палатах, а мы в отдельных палатах родители, мамочки были, и за нашими детками смотрели уже нянечки, сестрички там, и сестрички, если не успокаивали деток, то они назвали, чтобы мы их кормили, там покормили, может быть, ребенок хочет кушать. Все, а так нас держали отдельно. К чему это я начала? А, к тому, что я в этих больницах была спокойная, я высыпалась, потому что за ребенком смотрели, и у меня там, я очень много ела, из-за спокойствия ты кушаешь очень много, молока очень много, а потом, когда ты приходишь домой, опять не досыпаешь, опять нервничаешь, и у меня и молока меньше было, и я еще и в институт параллельно ходила, и я все равно, я была толстая, даже то, что я не досыпала, вот полное при полное пришлось платье там какое-то покупать, я не знаю, отдельное какое-то, которое у меня было такое, знаете, стрейчевое, вот, как натянешь, так и вроде как и нормальное. Дело в том, что я не замечала, что я толстая, некрасивая, полная. Я тогда жила в Одессе, я приехала в город и встретила свою одноклассницу, она мне дает, я с ней поздоровалась, она меня не узнает. Она говорит, Алла, это ты? Я говорю, да, она, боже мой, как ты раскоровела. И я вот запомнила эту фразу, да, раскоровела. Ну, мы же женщины добрые друг к другу. Но я очень благодарна ей за то, что она мне сказала именно это слово, что она как-то так вот выразилась, не щадя меня. Вот, и вы знаете, у меня она до сих пор засела, это прошло уже 30 лет, как это слово я помню как-то раскоровела, это я очень помню. Я потом начала на себя обращать внимание, смотреть, вот, и за что я взяла? Взялась за то, что я перестала вообще есть, я питалась только, сейчас вам скажу, кефиром, овсяными пряниками. Я, да, я похудела, знаете, когда молодое тело, оно уже всегда, оно уже такое, молодое тело, оно другое. Что мне там 20 лет, я, ну, у меня еще и сама по себе кожа, она более эластичная такая, то есть у меня есть растяжки, да, вот, например, после родов, но они не так, они синие, там, сильные, да, вот такие, они не такие, как целлофан растянутый, то есть у меня кожа относительно такая, вот, спасибо, как бы, мамы с папой, вот. И, и поэтому, я же говорю, я похудела, да, но так как молоденькая была, то оно вроде как и не сильно висит, вроде как нормально, может быть, и все равно, я не знаю, не видела. Но, и все, и с тех пор я начала, как бы, это все контролировать и держаться. Но к еде у меня особое отношение всегда было, стервенело, я любила есть, мне кажется, ну, кто не любит есть. Но мне не привели порядок к еде, вот, честно, у меня запихивали постоянно, мне надо было есть, мне надо есть до конца, до последней ложки, не оставляй борщ, не оставляй суп, не оставляй хлеб, не оставляй, все, должна доедать, допивать чай, если не хочу, все равно допивать. Вот, и, вы знаете, ну, наверное, желудок растянулся, наверное, вот, знаете, как анекдот есть, приходит женщина к диетологу и говорит, вы знаете, я вот такая полная, я не знаю, вот, что делать, вот. А он говорит, ну, а скажите, как вы питаетесь? Она говорит, да я вообще практически ничего не ем, я вот совсем чуть-чуть ем. Ну, вот что, ну, скажите, вот. Она говорит, ну, я съем, ну, чуть-чуть, буквально ломтик хлебушка, ну, поварежечку борщика, ну, там, если сын не доест, я доем, ну, если не доест муж, я доем. Вот, ну, я, ну, это все чуть-чуть. Ну, и берет, и диетолог говорит, а вы не хотите попробовать завести свинью, чтобы это, как бы, ее участь была доедать? Она, ого, еще и за свинью, и потом доедать. Вот, так что, вы понимаете, вот так-то получилось, чтобы никто ни за кем не доедал, то в детстве меня приучили доедать самой, доедать все до конца. И я так думаю, что с детства у меня выработалось такое вот, что нужно доесть, нужно не оставить, а как же будет что-то пропадать, а как же я выброшу пол тарелки борща, как же я его с такой любовью готовила, сколько продуктов зря пропадает, нужно кинуть его в желудок, зачем мусорку в желудок. И потом мы видим мусорное тело, вот в чем дело. Если, я так поняла, если кидать свой желудок больше, чем необходимо организму, для того, чтобы он себя комфортно, здорово чувствовал, все остальное это считается мусор. А мусор у нас идет потом в виде жира, и мы этот мусор в виде жира таскаем за собой, как мешок картошки, вот такое, понимаете. Не разогнуться, не согнуться, не побежать, не припрыгнуть. И потом еще получается, что тебе еще нужно твое пузо, которое ты наела, как это я делала, еще подбираю платьишко какие-то, чтобы, это же смотрелось, чтобы я еще как-то красивенько, ну как же ж. Вот, но при этом кушать надо, я хотела, чтобы при этом кушать. Вот, и, ну, честно говоря, скажу так, мне проще было покупать какие-то сарафанчики, какие-то платьички, какие-то разлетавечки, но при этом не останавливаться кушать. Потому что у меня всегда было, блин, сейчас день рождения чьего-то. Потом нас ребята пригласили там на шашлыки, ну как же не пойти. А потом мы компанией едем же на море на две недели, а там же мы будем и вино, и будет у нас и пивасик, и будет рыбочка, и как же там не покушать, мы же там будем жарить, мы же там будем ходить, вот это все, кукурузка, шмузка, вот это вот, понимаете, как, вот, понимаете, вот и это не прекращается никогда, и оно не прекратится, пока ты не прекратишь это сама. Потом у меня было такое, что всегда, то сколько той жизни, во всем себя отказывай, то нельзя, то нельзя, то нельзя, пить много нельзя кофе много нельзя спать мало нельзя много тоже нельзя обедать много нельзя курить нельзя и ты сама себе думаешь будет такой пожрать можно хоть одна радость жизни хочу покушать это одни слава богу и ты понимаешь его господи сколько-то разности в жизни я себе так очень часто я очень часто так так себя срывала вот честно но не в этот раз когда вот полтора года я как сижу у меня просто понимаете у меня выбора просто не было я себе поставила цель такую ну не то чтобы цель у меня была проблема со спиной до грыжа я это видео сделала она уже есть и вот это меня заставило заниматься честно скажу вот это меня заставило заниматься спортом она просто перестала болеть и я себя очутила человеком живым вот вот честно и я потом сама себе думаю боже мой неужели я могу двигаться не жили у меня ничего не болит боже мой неужели а может быть попробовать позаниматься потому что я четко понимала толк от моей спины будет только в том случае если я укреплю мышцы позвонка которые удерживают этот позвоночек потому что у меня там все конечно все было очень грустно я спорт не любила я никогда не занималась и вообще еще так вот его из пиноп спину подпортила и у меня там конечно все очень было сложно вот кроме жира костей ничего и не было ну и короче говоря я пошла думала только для спины спинкой позанимаюсь вот и все как бы а понимаю что как только спинка заниматься ну как ну как я буду спинкой заниматься если не нагружать при этом руки там ноги да вот просто спинкой а потом ты понимаешь меня берет и так интересно тренер говорит чем вы питать как вы питаетесь потому что вы же понимаете что если вы будете заниматься если нам нужно чтобы работали мышцы для того чтобы нормально как бы нам все это делать в комплексе чтобы был результат виден то надо чтобы у вас было питание нормальное неправильно не в том плане что правильное питание на правильном питании вы знаете как полнеет самое главное цифры соблюдать и когда надо при питаться то что необходимо организму принимать свой желудок пускать то что необходимо организму своему вот то тогда будут расти мышцы потому что их питать надо белком нужно естественно побольше белка есть рыбы белое мясо ну и вообще мясо на нежирное не свинину вот там говядину баранина кто что любит да вот и потом то и ножки я ножки ем я не только белое мясо девочки я и ножки ем все что мне нравится я ем только я убираю шкурку там все что касается сала вот это вот где жир даже куриные гусины там или индюшины я все это просто вырезаю вот все и поэтому и он мне так говорит что но не получится как это ты пришла я буду заниматься только со спиной но я такая наивная знаете полтора года назад и я даже не знаю но вы мне скажите говорю как вот он где толку никакого не будет нагрузка на спину будет огромность у тебя будет такой вес и все остальное надо мне такой вес это как бы я просто своими словами пересказываю что он мне говорил я была больше плюс ну где-то 14 килограмм больше это как бы не так уже много да как у девчонки по 30 надо терять по 35 лишнего у меня я я сбросила где-то килограмм 14 13 вот но я не скажу прямо и так себе щас легко чувствую боже мой а 14 килограмм когда было плюс 14 так себе легко чувствовала смысле тяжело чувствовала а сейчас мне так легко да нет просто мне приятно как бы что я могу шортики надеть что у меня пузо не торчит что я могу обтягивающие какой-то платочка дети какие-то даже вещи дочки она не дает они на нее чуть-чуть велики а мне нормально там брюки какие-то чуть-чуть на нее велики а мне они нормальные вот понимаете то есть вот это как-то она вот так я по вещам очень здорово чувствую вот и все равно я недовольна своим задом я недовольна своим животом и поэтому в общем не получилось у меня понимаете только спинка заниматься вот так вот я и втянулась а потом вы знаете как я сама себе подумала а я еще такие деньги за это платила и такая думаю блины такие деньги ему плачут за то что Он индивидуально со мной занимается он мне там расписал что кушать и я думаю я потом буду Я буду типа не 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 придерживаться того что он не сказала деньги будет трубу как бы вот это меня немножко подстегнуло А вот и потом думаю Господи спина спина Шеп у меня спина не болела вот это так ещё полтора года назад я боялась у меня ещё страх был очень сильный что боль вернётся спине очень сильный страх был я так боялась что мне вернется боль в спине что я боялась упражнения делать я вообще все боялась делать но он мне говорил мне так направлял меня так говорит не думая спине не думая боли делаю то что я тебе говорю и все что я тебе говорю не заставит болеть твоей спине ну вот я ему чуть-чуть и доверилась вот скажу честно у меня иногда опять спина болела и вот я знаете что делала еще хочу подсказать я планку делала я планку стояла 10 минут вот я могу стоять планку 10 минут час я это ерундой не занимаюсь я просто планку стою минуту но практически каждый раз как прихожу вот и это мне помогает все таки тоже укрепить во все все вообще мышцы корпуса укрепляют вообще если всем заниматься нельзя найти как худеть только в животе и таков папе и не знаю чего в руках там или где-то в лице вот здесь только похудеть она везде убирается просто мы худеем сверху вниз ну женщины всегда как-то лицо первую очередь продать у кого папа перу чуть худейте живот я еще не видела такого папа по-моему у женщин низ это вообще это кто слава богу кому повезло кто родился уже тонкая кость да у человека и сам по себе у него у метаболизм очень-очень такой мощный и он может сколько угодно есть и не полнеть но это пока молодое потом же наш обмен веществ уже замедляется и приходится немножечко больше сил наверное все таки сил добавить для того чтобы прибавить селёночек для того чтобы держать себя форме вот и действительно приходится очень много а с возрастом как-то все энергии меньше в том плане что ленимся мы больше с возрастом а вот а кто и по молодости ленился то еще больше лениться с возрастом поэтому тут такое дело что одного ответа на вопрос и нет поэтому я мне не была такая задача поставлена что все худею больше не вернусь всю жизнь так ставила задачи худею и все и возвращалась опять самому весу 5 жрала опять худела 5 жрала 5 худела тут такая вот мотивация как бы нужно никакие фильмы ничего она абсолютно не смотивирует она немножечко поможет просто вам пересмотреть себя как бы или как вы видите как бы вы хотели там изменить что-то но конечный результат он голове приходит и с таким определенным состоянием не помогла все-таки боль в спине не вернуться к тому что я ощущала потому что я четко поняла что я чувствую после занятия тепло в спине не боль уже а тепло то я ради этого буду естественно заниматься и все потом без девочки вы знаете мне не хочется 60 лет ходить со сморщенной задницей она все равно никуда не денется тело все равно будет стареть дряхлеть но по максимуму хотя бы что-то естественно делать чтобы она хоть не сильно ужасно все весело и как-то вот я не знаю особенно когда будет плюс 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 ясно что я не смогу все это сделать до бесконечности красивым но поддержать чтобы хотя бы не так это все было с возрастом безобразно то почему бы и нет и если это еще плюс к этому и как бы и здоровье добавится то почему бы тем более и нет и поэтому обязательно надо заниматься силовыми я вот почему я и почему я и говорю то будет дряхлое тело и на одном кефире сильно не похудеешь будет дряхлое тело потому что нужно белок обязательно нужно определенное количество углеводов обязательно это нужно все то чтобы не вводить организм в панику что ему чего-то не хватает рыба белки яйцо белок яйца желтки но я желток контролируя желток и ем два или один желтка в день а так буду к яйца каждый день можно есть себе все варю я же говорю жарю вообще практически ничего не жарю или без масла вот овощи я не считаю к бежу я там по моему же отвечала в углеводы овощи поскольку я ему овощи там капуста помидор стараюсь поменьше есть капуста салат латух что там огурец зелень то я стараюсь лук вот то я это вообще не вписываю в углеводы вообще не считаю я и ну я живу не ем ведрами яблоко я стараюсь до 100 грамм вот есть не больше поэтому тут на вечер кефир лучше на вечер творог но это опять таки я занимаюсь поэтому я знаю что мне нужно для того чтобы вот это все дело у меня никуда не пропала а на папе которая моя должна еще пахать и пахать дорогая я и сразу сразу сказала будь что у меня пахать и пахать еще потому что там еще жир там еще чтобы я девочки вот понимаете чтоб я вот напрягла папу вот вот я сейчас так вот раньше вот огнать и как стукнешь и он и папочка так еще три дня до волной ходят когда начинаешь заниматься ягодицы напрягаешь и ты чувствуешь уже сквозь жирок что там ничего себе там уже такое мышца такая уже но я начала чувствовать мышцы на его ягодичные мышцы начала чувствовать только через полтора года только недавно еще начала чувствовать раньше я работала работала мне помню мой тренер говорит ты чувствуешь у тебя мышцы ягодичные работают они должны печь я ничего не чувствую вот пекут они только сейчас у меня и вот мышцы которые идут уже чуть ниже ягодиц я просто не знаю как они называются вы понимаете это все конечно очень сложно очень трудно я понимаю что делать как свой зад повести туда тренажеры если так жрать хочется боже мой как я вас понимаю я ненавидела спорт но всегда нас что-то заставляет делать и потом мне и потом не прекращать это делать и как не прискорбно какая-то бяка заставляет нас менять что-то в жизни вот мне спина я бы в жизни девочки я до сих пор бы кушала и типа худела бы и я тебя до кушалая говорил а как моя мама сколько три жизни и как вкусненько не попробовать а можете представить как мне вкусненько не попробовать здесь я не скажу что у меня в стране там был прямо совсем мало вкусненького но здесь блин тут же еще до хрена всего а она жизнь и новенькая и она же еще такое вкусненькое но я только сейчас когда вам говорю меня в глазах только сладости а не говорю про всякие там жаркое там всякие там плова vous что там мясо там нет не мура я к этому равнодушна я именно про чизкейки всякие кексики там такие чебуречки какие-то такие вот они какие-то свои особые такие когда особенно на турецкую кухню мы пошли турецкую кухню я наверное вставлю в это видео девочки что мы ели когда мы были в турецком ресторане еще меня дети повели просто турецкий ресторан дан был этот день мамы ну как это не поесть и я вам покажу это же капец какой-то понимаете как этого синие у нас чесночком делает с чесночком это прошу попробовала да есть немножечко маслица сверху вот как у нас делают икру синих только добавляют типа майонеза что-то такое еще туда и мелко-мелко там ее шинкует и так думаю что не через мясорубку обычный фастфорд картошка фри и чикен есть чикен лис это обычная курица тоже во фруксури жареная картошечка держи лис есть как они качапуры типа со слоеного теста с сироп это что рыба это красная рыба и зелень орешки и огненок рис и на гриле и на гриле овощи у анюты у анюты рис тоже наверное кусочки бифа ну и овощи у меня салат цезарь и с курицей на гриле это сыр такой вот эти кусочки сыра я думаю как на терке должны быть прелесть такие пласты сыра анюта а ты что заказала то же самое что бакс а вот эту штучку будем пробовать сейчас ниточка как мясцо так немножко вам покажу сейчас что в цезаре сверху это мне попросила дополнительно чтобы мне положили курицу на гриле жареная значит здесь у нас ну маленькие суховики вот это сыр я вам говорила пластиками вот это все сыр ну помидорка огурчик внизу лить майонезик ну это как пекан наш капуста и внизу там идет соус ну вкусно скажу лодок немножечко стянулся и как бы я не могу совсем много есть а еще заметила девчонки когда много поем-переем я так себя плохо чувствую мне хочется сразу спать я вялая и хочется спать 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 я ничего не могу делать и вообще очень плохо себя чувствую то есть у меня раньше было я плохо себя чувствовала когда я там не доем а сейчас если чуть-чуть объемся все мне сразу на боковую я хожу вялая поэтому я так аккуратно сейчас ем если ем чуть-чуть чувствую что я уже переедаю останавливаюсь потому что я знаю что я буду как это сонная муха потом сейчас вы посмотрели стол это турецкий да с едой что мы заказывали вот скажите ну как это сидеть и кушать например творожочек за таким столом понимаете конечно сложно но я четко например выбираю из того что мне из того что я себе не позволяю есть каждый день да я вот думаю чтобы мне себе позволить чтобы не все закинуть как бы вот но я обязательно оставляю место для сладенького на этом у меня еще пока я все помешана пока еще на этом вот так что вот так вот девчоночки так что если что задавайте вопросы я не то что там спец но я просто как бы как это у меня было то я я расскажу там отвечу у меня ранешние видео есть я там рассказывала как я справлялась какой дурдом у меня был этот год смотрите у меня видео пронумерованы их очень легко найти ссылочки сделаю на эти мои видео которых которых я рассказывал как я этот путь проходила как и какой дурдом я прошла поэтому мне сейчас как-то немножечко полегче вот так что если что и фотографии я здесь вставлю посмотрите мне самой будет даже интересно хочу сказать спасибо 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 Продолжение следует... Потому что иногда, вы знаете, я смотрю, я себя как-то даже не вижу, ну думаю, ну чуть-чуть полненькая, а когда у меня другие смотрят, говорят, бог ты, нифига себе разница, а я как-то ее не совсем вижу. Так что вот так вот. Ну все, пока-пока, до следующих видео.